Всем привет! Вы, наверное, уже на всю катушку наслаждаетесь летом. Ну, а мы работаем, чтобы ваш пятничный вечер не прошел зря и вы просмотрели нашу программу. Итак, переходим к анонсу. Сегодня в программе. Вначале узнаем, как в День молодежи прошел батл-данс. Затем побываем на Спартакеаде в общеобразовательной школе номер 2. Поговорим о важности утреннего приема пищи и напоследок кастинг. Не переключайте! День молодежи в городе Красноармейске праздновался с большим размахом. Внимание нашей съемочной группы привлек танцевальный поединок двух команд у сценической площадки микрорайона Лазурный. Как все прошло, вы увидите, просмотрев наш следующий сюжет. В воскресенье 26 июня на сценической площадке микрорайона Лазурный состоялся концерт, посвященный замечательному празднику Дню молодежи. В ходе мероприятия состоялся батл-данс двух команд. Максимум и шанс. Особенность танца, ну это как бы мы сделали что-то такое интересное, чтобы было какой-то бум такой, красиво, чтобы было ярко, запоминающе. Ну как получилось, я надеюсь, получилось очень хорошо. За идею мы взяли за основу у нас номер как будто, ну получается, гипноз. Люди под гипнозом танцуют разные направления. То есть у нас был солист, который управляет всей массой народа. Задал одно настроение, мы танцуем в одном. Потом поменялось сальса, веселее пошли сальса. У нас использовались и хип-поп, и сальса, и брейки. Я довольна тем, что все получили массу эмоций, удовольствия, все дети довольны. Всем очень понравилось. Они, думаю, как бы для себя очень хорошо отдохнули. В то же время и поработали, и отдохнули. Это было не просто показательное танцевальное выступление. Две эти команды, каждая численностью порядка 30 человек, организовали специально ко дню молодежи. Стать частью одной из них мог каждый желающий. Команда «Шанс» для эффектности и зрелищности своего танца решили подключить триалистов, которые своими трюками добавили номеру-изюминку. Я решила принять участие в футболе, потому что крайне редко что-то происходит такое, чтобы завлечь нашу молодежь. Это такой способ больше найти себе друзей, показать себя. И это очень интересно и весело, тем более, что у нас красно-рмейстов много молодежи, которая хочет танцевать. И это очень классно. Я решила принять участие, потому что хотелось добавить что-то эффективное, что-то яркое, очень яркое. В образ нашего города хотелось что-то необычное. Среди участников были как танцоры со стажем, так и те ребята, которые никогда до этого хореографией не занимались. Возраст тоже был разным. Дети, начиная от 6 лет и заканчивая их взрослыми мамами. Ну, у меня сын танцует в коллективе. Я решила помочь ребенку, и если я приглашала, я не отказалась. А как проходила подготовка к танцу? Ну, у меня была проблема, потому что я совмещала и работу, и репетицию. Ну, совместили, как получилось, так и получилось. У меня тоже ребенок ходит, и мне как бы уже давно хотелось попробовать что-то такое. Елена Сергеевна очень правильно все объясняла, показывала, и у нас получилось. Представленные публике номера стали отличным примером того, как из большой неорганизованной толпы можно сделать сплоченный танцевальный коллектив. Довольными остались все – и танцоры, и подтанцовывающие в такт музыке зрители. Совсем недавно Красноармейск был признан лучшим среди всех городов области по развитию физической культуры и спорта. И не даром, ведь в нашем городе постоянно проходят различные спортивные турниры. Спартакеада детства состоялась 30 июня на базе общеобразовательной школы номер 2 и подарила всем детишкам, живущим неподалеку, отличную возможность принять участие в соревнованиях и получить вознаграждение. Вот такие соревнования развивают реакцию, быстроту, силу, выносливость, волю к победе, ну и, конечно, здоровье, прежде всего здоровье. Все в восторге от таких соревнований и испытывают, как говорят, море эмоций. И эмоции выше крыши. Перед участниками мероприятия предстал широкий спектр спортивных игр. Любители побегать с мячом играли в футбол. Проверить себя на меткость можно было в соревнованиях по дартам. Любители пинг-понга, жаждущие сыграть партию, собрались у теннисных столов. А веселые старты, как всегда, порадовали занятными эстафетами, где нужно было проявить всю свою ловкость. Интересно и нравится очень просто выигрывать. Мне это соревнование нравится и очень должны помогать человеку. Я хочу получить грамоту и мне очень нравится. Сегодня я пришел почувствовать на соревнованиях по теннису и получить победу. Я обрадовался, когда узнал об этих соревнованиях. Я отношусь к спорту очень хорошо. Мой любимый спорт – футбол, потому что надо много бегать, надо вылыка вытрывались. Я люблю футбол и мне все равно какая погода, лишь бы поиграть. Юноши и девушки, которые принимают участие в подобных соревнованиях, приобщаются к спорту. А это означает, что здоровый образ жизни для них не просто слова. Чем больше ребят удастся привлечь к спорту сегодня, тем больше шансов на здоровую нацию в будущем. Ведь это увлечение с детства помогает расти крепкими и сильными и учит покорять любые вершины. Многие люди не уделяют должного внимания правильному питанию. Утром в торопях большинство людей забывают о приеме пищи. Насколько важно завтракать по утрам, мы расскажем прямо сейчас. Завтрак – самый необходимый прием пищи, ведь нужно набрать много энергии, чтобы хорошо начать день. Утро всех людей начинается примерно одинаково. Будильник, умывальник, холодильник. И только последний пункт не у всех присутствует. Для многих из нас утренний прием пищи – настоящая каторга. А между прочим, завтрак – это едва ли не главная трапеза за день, от которой многое зависит. Чем вы обычно завтракаете? Я, можно сказать, вообще не завтракаю, рано ухожу на работу. На завтрак я предпочитаю фрукты либо овощи, потому что необходим заряд витаминов, бодрости. А фрукты и овощи летом – это самый большой кладец витаминов. Чай, кофе. С сырком и чайком. Яичницей. Картошка, пюре, ну там салатик какой-то, что-то мясное, ну и попить чай. Кофе, как обычно, там вутерброды, ну. А сегодня, например, чем? Ничего. Сегодня чай с конфетами. Овсянкой. Кофе пьем. И все? И все. Ученые давно доказали, что люди, которые не относятся к завтраку серьезно, в большей степени подвержены стрессам, депрессии и ослаблению иммунитета. Ну и, конечно, плохому настроению. Кроме того, если утром вы не поели, то за обедом вы съедите в два или три раза больше. Наш рецепт вкусного и полезного завтрака. Для него потребуется творог, свежие фрукты и орехи. Творог выложить в миску. Нарезанные мелкими ломтиками фрукты вместе со сметаной добавить в миску с творогом. Затем тщательно перемешать. По вкусу добавить сахар или сироп. Готово. Можно подавать на стол. Еще один факт в пользу утреннего приема пищи. Исследования ученых показали, что у тех, кто завтракает, обмен веществ происходит на 3-4% интенсивнее, чем у тех, кто пропускает его. Чтобы разбудить с утра пораньше свой аппетит, выпейте стакан воды на голодный желудок. И через некоторое время он сам вам скажет, что хочет есть. Кто завтракает, тот поступает мудро. Поэтому завтра утром не спешите выскакивать из дома с пустым желудком. Подумайте, ведь маленькое усилие над собой – это большой шаг навстречу бодрости и здоровью. И вот очередные участники кастинга нашей программы. Маша, Егор и Ася претендуют на место новых ведущих выше крыши. Что ж, давайте познакомимся поближе и послушаем, что интересного ребята расскажут о себе. Меня зовут Егор. Мне 11 лет. Я увлекаюсь спортом английским. Мне нравится увлекаться спортом, потому что это мне интересно. Это интересное увлечение. Английским я занимаюсь уже 6 лет. Меня зовут Ася. Мне 10 лет. Я занимаюсь английским и учусь в музыкальной школе. Английским мне нравится. Мне нравится английский тем, что он очень нужен на работе. Музыкой мне нравится заниматься, потому что я с самого детства ходила на вокал. Меня зовут Маша, мне 12 лет. Я увлекаюсь спортом, оригами, рисованием. Больше всего мне нравится проводить время за компьютером. На компьютере мне нравится фотошоп. Я делаю разные рамки, фотографии, слайд-шоу. Я люблю гулять с друзьями. Любопытно было узнать, кто такой в понимании наших конкурсантов журналист и как они представляют тебе его работу. Он должен хорошо находить общий язык с людьми и искать очень точную информацию, чтобы уточнять какую-либо информацию. Человек этой профессии должен быть общительным, активным, рабочим. Журналист должен быть веселым, позитивным, не бояться камеры, не стесняться. Спрашивать у людей разные вопросы, не бояться людей. Дальше ребятам предстояло следующее испытание. Рассказать о своем увлечении и продемонстрировать, кто на что гораст. Пять минут подготовки, спустя которые ты смотришь в камеру, камера смотрит на тебя. Именно в этот момент забываются слова, голос начинает дрожать. В наше время гитара по праву считается самым популярным музыкальным инструментом. В процессе обучения нужно терпение и дисциплина. Сначала нужно правильно научиться сидеть с гитарой, потом освоить постановку левой и правой руки. Выучить хотя бы самые простые аккорды и научиться их переставлять. Я сейчас вам наиграю мелодию танец. Футбол Футбол Один из самых распространенных видов спорта, как среди мужчин, так и среди женщин. Футбол в переводе с английского фут, нога, бол, мяч. Вся сущность футбола состоит в основном инструменте мяче. Он должен быть особого типа и лететь в направлении заданным игроком. Сейчас миллионы мальчишек играют в футбол, гуляют часами в футбол во дворе. Оригами Оригами – это древнее искусство, складывание фигурок из бумаги. Оригами произошло из Древнего Китая. В те времена владение техникой оригами был признак хорошего тона. Чтобы научиться оригами, нужно немного терпения, лист бумаги и в итоге отличный подарок. Сейчас я вам покажу, как из обычного листа бумаги формата А4 сделать фоторамку. Так, берем листик, складываем его пополам, чтобы все было ровно. Переворачиваем, опять складываем. Теперь разворачиваем листик, переворачиваем его и опять же в форме мальчика. Вот так у нас получается подставка. Теперь разворачиваем листик. Берем фотографию. А теперь вставляем. Вот так вот у нас получилась фоторамка. Приставать к прохожим с вопросами было последним заданием. Ребята сходу придумали темы, которые их интересуют. Вооружились микрофоном и отправились искать людей, которые не боятся камер. Любите ли вы убираться дома? Конечно, люблю. Порядок – это важнее всего. Любите ли вы убираться дома? Убираться дома? Да. Конечно. А почему? Какая работа вас устраивает дома? Дома все убрать надо, конечно, чистить. Ну, а именно посуду мыть? Именно посуду мыть, стирать. Убирать дома любите? Ну, как любите? Надо убирать. Болесосить, посуду мыть? Ну, все, что по хозяйству, все, что надо. Любите ли вы убираться дома? Убираться? Да. Ну, конечно. Ну, а что вы самое больше любите? Посуду мыть? Все люблю. Ну, а почему? Как каждая женщина. Почему вам это нравится? Почему? Потому что, наверное, это не нами придумано. Издавна. Каждая хозяйка наводит дома уют, порядок. Устраивает ли вас ваша зарплата? Нет. Почему? Потому что маленькая зарплата. А какое бы вы хотели? Ну, по этим временам надо 4-5 тысяч. Спасибо. Устраивает ли вас ваша зарплата? Устраивает меня зарплата. Здравствуйте. Что бы вы хотели изменить в Красной Армиске? Да ничего, все нормально. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели изменить в Красной Армиске? Я не знаю, я не отсюда. А вы? И я не отсюда. Здравствуйте. Что бы вы хотели изменить в Красной Армиске? Да, наверное, больше зелени, больше внимания молодежи. Вам нравится наш город? Очень нравится. Потому что я тут вырос, с 57-го года я здесь живу. В Красной Армиске очень нравится. Так, Егор, Ася и Маша примерили на себя роль телевизионщиков. И теперь им еще больше хочется стать частью команды нашего проекта. Какие у вас впечатления от сегодняшнего кастинга? Отличные. Мне понравилось. А что именно тебе понравилось? Прошивать людей. Мне понравилось третье задание, там, где нужно опрашивать людей. Егор, а тебе что понравилось? Какие впечатления? У меня очень хорошие впечатления. Мне понравилось бегать за людьми, узнавать впечатления людей, как они думают о нашем городе. Станет ли кто-то из сегодняшних кандидатов, ведущим выше крыши, мы узнаем совсем скоро. А впереди нас ждут еще несколько съемок конкурса. Шагая по обочине, сбивая камни, капли мочили голову мне этим утром ранней. Мобильный в кармане, в режиме ожидания. Мое сознание растворилось в лабиринтах зданий. Мимо летели витрины и стенды, но, видимо, только на кинолентах хэппи-энды. Нет связи с абонентом, даже и не заметил, как от сигареты. Остался только пепел, а ты все там же, одна в сырой квартире. Комфорки нагрели, только мы остыли. Мы начинаем ценить, только когда теряем. К черту этот рэп, если тебя нет рядом. Город не уснет, пока мы не спим. Тает лед, и я отдаю вместе с ним этот день. Запомнят наши города, он уйдет, а я останусь навсегда. Город не уснет, пока мы не спим. Тает лед, и я отдаю вместе с ним этот день. Запомнят наши города, он уйдет, а я останусь навсегда. Обрыдки моих текстов на журнальном столике писал всю ночь. Не знаю, стоит ли, не стал будить тебя и вышел Еле слышно, решил так проще, просто не хотел быть лишним Слишком тесными стали вдруг коридоры, слишком громкими стали наши разговоры Бумага скомкана, в руках так не смело, осколками разлетелось, видно накипело День в календаре обведен красным маркером, ну что ж, это тебе будет мою подарок Сделаем паузу и прощая до свидания, это всего лишь мысли вслух этим утром ранее Город не уснет, пока мы не спим, тает лед, и я даю вместе с ним этот день Запомнят наши города, он уйдет, а я останусь навсегда Город не уснет, пока мы не спим, тает лед, и я даю вместе с ним этот день Запомнят наши города, он уйдет, а я останусь навсегда Город не уснёт Ну вот и всё, сюжетов на сегодня больше нет. Увидимся на следующей неделе. Удачных вам выходных! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА